Всем привет! Сегодня я с вами делюсь рецептом для пикника. Рыба, любое белое филе с овощами, очень вкусное, нежное, в фольге на огне. Делается очень просто, смотрите сами. С вечера мариную рыбу. Рыбу можно брать абсолютно любую, вот белую рыбу. Единственное, ментай мне не нравится, а остальную любую рыбу. Перчу сразу же и солю, пока еще не порезала. Рыбу мариную с вечера, с одной луковицы и в соусе, чтобы она промариновалась до завтра. А уже завтра, когда я утром порежу овощи в коробку, и две коробочки с рыбой и овощами беру уже на шашлык. Каждый кусок рыбы отрезаю отдельно. И вот это мне не нравится, белый вот этот вот жир сам. Я его срезаю, он не очень вкусный в уже готовом виде. Я это убираю. Вот этот маленький кусочек оставлю. В каждый конвертик пойдет, вот одну филешку разрезаю на три части. То есть вот такие вот кусочки. А просто к этому маленькому добавлю, допустим, вот этот кусочек. И получится полноценная порция. Тут же нарезаю лук полукольцами или вот перьями, как удобно. И с одной щепоткой соли лук тоже вот так вот поожамку, чтобы начал сразу выделяться сок. Сразу беру коробочку. Вот две столовых ложки майонеза. Коробочку, в которой и повезу уже на природу на шашлык рыбу. Добавлю столовую ложку горчицы. Я беру дижонскую горчицу. Дижонская она более вкусная по мне. И пару, ну положу три столовых ложки сметаны. Просто все перемешиваю. Складываю сюда весь лук. Перемешиваю с соусом. Кладу кусочки рыбы. И тоже перемешиваю уже с луком. Просто хорошо перемешиваю. Все. Закрываю крышкой и ставлю в холодильник на ночь. И овощи. Овощи нарезаю все кубиками. Вот беру три картошки. Нарезаю кубиками. Небольшими кубиками, чтобы успела она приготовиться. Баклажан целый один кладу сюда. Морковку маленькими кубиками. Помидоры. Два-три помидора. В зависимости какие помидоры. Пару горстей стручковой зеленой фасоли. И один большой болгарский перец. И зелень. Зелень берите ту, которую вы любите. У меня сельдерей, петрушка и кинза. Мелко рублю в блендере. И тоже складываю все сюда. Перемешиваю все. И складываю в коробку, с которой поедем на пикник. Ничего не солю, не перчу. Просто закрываю крышкой. И можно поставить в холодильник, если вы делаете с ночи. Я режу с утра, чтобы было все свеженькое. Но с ночи тоже вы можете это сделать. И берем вот эти две коробочки рыбу и овощи уже на пикник. Также беру соль, перец с собой и фольгу. Из фольги будем делать конвертики, в которых будут готовиться рыба с овощами. И вот уже приехав на пикник, только здесь я перчу, солю овощи. Перемешиваю. Удобно делать это в перчатках. И приготовила вот такие вот квадраты из фольги, в которые буду заворачивать овощи и рыбу. Вот кладу такой квадратик. Одну-полтора горстей овощей кладу. Сверху кусочек рыбки. И лучок, который мариновала в рыбе. И заворачиваю вот таким вот образом. Вот напополам складываю и закручиваю с трех сторон. Так, чтобы сок не выливался потом на мангале. Потому что от овощей и рыбы будет достаточное количество сока. Вот такой конвертик получается. Но когда вы его вот так завернете, как конфетку, ничего оттуда не выйдет. Никакой сок. И будет рыба очень вкусная, сочная и ароматная. И складываю вот такие конвертики на противень или куда-то. Подготавливаю уже к мангалу. Все конвертики выкладываю на мангал. И 20 минут с каждой стороны. Вот через 20 минут просто берем и переворачиваем на другую сторону. Все вместе. Это 40 минут будет достаточно для этого блюда. И рыба получается очень сочная, очень вкусная. Овощи вот они получаются аль денте. А пока рыба готовится, смотрите, сколько прилетела. Большая стая перелетных птиц прилетела. Вот они летят все через Израиль. И летят теперь на север. И вот такая вот у нас красота. Тепло, зелено, все цветет. А рыбка здесь готовится у нас на мангале. Еще немножко и уже будет готово. И вот рыбка готова. Сейчас я вам покажу, как она выглядит внутри. Ай, аромат какой идет. Прямо от овощей и от маринада, в котором мариновала рыбу. Я взяла себе маленький кусочек. Все овощи уже готовы. Рыбка нежная, сочная получается. И сами видели, все готовится очень просто. Заранее дома все приготовляешь в коробке. И здесь только раскладываю, запаковываю в конвертики и на огонь. Получается очень вкусное блюдо. Наши друзья все просто всегда ждут эту рыбу. Все в восторге. Оно на самом деле очень вкусное. Делитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам, конечно, всегда спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!